Друзья, над данным выпуском мне пришлось приложить немало времени для его создания. Прошу вашей поддержки в виде лайка. И, кстати, не забудь включить VPN, если у тебя проблемы с просмотром YouTube, и они сразу пропадут. Ты сможешь смотреть видео в хорошем качестве. Субтитры сделал DimaTorzok Контролировать ситуацию в небе и на море? Нанести урон кораблю, даже если ваши орудия не видят его? Нестандартный геймплей, который заставляет думать вас и вашего соперника. Конечно, если есть чем. Сегодня поговорим об очень интересной ветке кораблей. А именно американские гибридные линкоры, которые способны достать врага как с моря, так и с воздуха, благодаря авиаудару. В данном выпуске вы узнаете все о данных кораблях. Как пользоваться авиаударом, ну и, конечно же, их сборки и какого использовать лучше всего командира. С вас попрошу лайк этому видео за мои старания. И мы начинаем. Для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь, давайте сперва познакомимся с данной веткой. На пути прокачки вас будут ждать на шестом уровне Коннектикут, на седьмом уровне Небраска и на восьмом уровне Дилавэр. Внешне, конечно, эти линкоры можно обозвать как гладильные доски. Большая плоская палуба для взлета авиагрупп и орудия в носовой и кормовой части. У всех линкоров, вне зависимости от уровня, одинаковое и скудное оснащение. Это ремонтная команда и самолет-истребитель или же корректировщик. Но есть одно отличие по корректировщикам. Здесь они более сильные. Во-первых, время их работы составляет 40 секунд, а кучность увеличивается на 20%. Если сравнивать со всеми остальными корректировщиками в игре, то там показатели хуже. 30 секунд время работы и 10% кучности. Проще говоря, благодаря такому корректировщику вы сделаете два точных выстрела. Также все линкоры этой ветки обладают хорошей скоростью хода и маневренностью. Что не очень соответствует для их внешнего вида. Но это факт и вы это почувствуете. Ну и конечно же геймплей требует максимально внимательно смотреть на карту и использовать все возможности линкора для уничтожения целей. А именно использовать авиаудар и ваши орудия. Ну а теперь быстро пробежимся по самим кораблям. На шестом уровне Коннектика. В целом чувствую себя очень неплохо. Но немного слабый калибр 356 мм. И всего два орудия только в носу. Зато их количество радует 8 штук. Благодаря такому сочетанию вы сможете очень хорошо ваншотить крейсера. Но вот с линкорами будут проблемы. Поэтому проще использовать фугасы против них. А потом с помощью авиаудара попытаться вызвать затоп. Такая концепция работает очень хорошо. Что касаемо точности, здесь его в снайперы не запишешь. Порой бывает неплохо, а иногда как будто горохом летит. Здесь ставим оценку нестабильно. С пушками мы разобрались. Давайте теперь посмотрим главную фишку. Это авиаудар. На шестом уровне у Коннектикута всего лишь 3 торпеды. То есть 3 самолета. Максимальная дальность атаки 12,5 км. Время доставки боеприпаса 12,2 секунды. С каждым уровнем у семерки и у восьмерки данные значения будут меняться. По бронированию линкора есть вопросы. Иногда он держит удар, а иногда пропускает в себя хороший урон даже через нос. Но в целом броня на среднем уровне. Есть и похуже. На седьмом уровне вас будет ждать Небраска. Здесь вы узнаете Айову, на которую припаяли палубу. Тут мы также довольствуемся только двумя орудиями в носу. Корма у нас без прикрытия. Поэтому держите, как говорится, очко на замке. Ну вот калибр и точность на порядок выше, чем у предшественника Коннектикута. Здесь у нас уже пушки 406 калибра. Но даже не надейтесь, что будет стрелять как Айова. Во-первых, скорость снаряда здесь меньше, точность, да и пробитие тоже. В целом линкор прекрасно влился на седьмой уровень и очень хорош. Авиаудар здесь уже сильнее. Это всего хуйня. Так его в звене уже 4 самолета, что позволяет скинуть самолетом 4 торпеды. И, конечно же, у нас увеличилась дальность 13,5 километров. И время доставки боеприпаса снизилось на 2 миллисекунды и составляет 2 секунды. Также урон торпедой составляет 7600. Бронирование здесь неплохое, и он тоже будет в целом держать удар. Главное, не подставляйте борты. На восьмом уровне нас ждет Дилавер, и вы сразу почувствуете разницу, пересев на него с небраски. Во-первых, пушки теперь стреляют нормально, и точность и скорость полета снаряда не хуже, чем у Айовы. И теперь у вас появилась еще одна двухорудийная башня в корме. Но для того, чтобы сделать выстрел из всех орудий, придется жестко выкрутить борт. Потому что угол башен очень плохой, но авиаудар здесь еще лучше. И теперь у вас уже будет 5 самолетов, а точнее 5 торпед. Что позволит нанести хороший урон, если вы попадете всеми торпедами. Мне очень понравился данный линкор. Один из лучших сейчас на восьмом уровне. Его авиаудар уже достает на 14 километров. Это очень хорошо. Вы достаете практически большинство кораблей. Главное поджаться в центр карты. Также урон 7500, и теперь у нас 5 торпед, друзья. 5 целых торпед. Больше только, конечно же, у легендарного линкора из той же ветки. Под названием Луизианы, который можно было получить обновлением ранее. Ну что, про корабли я рассказал. Теперь же основной момент. Как правильно использовать авиаудар. Итак, вы прицелились. На что стоит обратить ваше внимание? Слева указано время. Оно может быть разное в зависимости от корабля. Время означает то, когда ваша авиация скинет торпеды и когда они коснутся воды. Здесь не учитывается время до попадания в цель. Запомните этот момент. Это важно. Следующий элемент, который вы видите, это 4 прозрачных, ну пусть будут прямоугольники. Они означают индикатор взведения торпед. Обратите внимание на первый прямоугольник. Это то место, откуда ваши торпеды будут сброшены в воду. Если, к примеру, вы видите, что противник стоит возле острова, вы сбрасываете торпеды и первый прямоугольник у вас на острове, а остальные 3 в море, то это будет означать, что ваши торпеды упадут на остров и никуда не пойдут. И не забывайте про расстояние. Чем ближе вы подведете шкалу сброса торпед, тем больше шанс, что вам собьют самолеты. Лучше скидывать их со средней дистанции. Третий элемент. Как же все-таки попасть торпедами? Тут на самом деле все просто. Вы можете заметить, что белая траектория меняется, если вы прицеливаетесь. Это небольшая подсказка вам, как нужно кинуть торпеды, чтобы попасть. Работает так же, как и на обычных торпедных кораблях. Тут нужно кинуть торпеды так, чтобы ваша линия ходила свободно. Как только она упирается под край, сразу запускайте ваши самолеты. На этом примере хорошо видно, что я кинул по автоприцелу. Но не стоит всегда надеяться на автоприцел, потому что он кидает торпеды строго по центру корпуса корабля. И иногда это неэффективно, если соперник не глупый, то он может сбавить скорость или наоборот добавить, или уйти в маневр. Для таких хитрых игроков есть второй вариант без автоприцела. Можно подрулить эту полоску самому. Для этого нужно использовать левый стик на вашем джойстике, как на этом примере. Но это уже для опытных игроков. Благодаря данному действию вы сможете запустить торпеды под более выгодным углом, нежели если будете пользоваться автоприцелом. Но это надо прям прочувствовать. Скорость корабля и научиться хотя основному прицеливанию. Уверяю, потом вы будете целиться сами и от этого будет больше профита. Осталось настроить командира и модули. Об этом мы и поговорим сейчас. Самый стандартный и беспроигрышный вариант это играть от обычных ГКшных кэпов. Таких как Симс, Нью-Джерси, Колорадо. Перки как видите на экране и все в точность. Также есть специальный командир под эти линкоры, который даст преимущество вашим авиагруппам, увеличит дальность, даст чуть больше боеспособности самолетам и немного снизит урон вам. И получается, что весь упор будет на авиагруппу. При этом вы теряете всю точность, а она и так не хороша. А играть чисто от авиации в теории можно, но это глупо, потому что стрелять вы будете косо. Поэтому мой вам совет, играйте эти линкоры только от командиров, которые увеличивают точность главного калибра. Модули на всех кораблях будут одинаковы и выглядеть будут так. Скорость поворота орудий на первый мод, на второй мод энергоустановка, на третий мод маскировку и на четвертый мод ставим точность. Ну что, а теперь поговорим о геймплее данных линкоров. Тут тоже есть что сказать. Вначале вам нужно занять удобную позицию, чтобы ваша авиация доставала до кораблей. Лучше всего вставать под островок ближе к центру карты, чтобы вы могли запускать вашу авиацию по обе стороны карты. То есть подходите аккуратно, немного выглядывая носиком и все. Эти линкоры не будут давать вам эффективный геймплей, если вы будете играть от белой линии. Так что запомните, занимаем позицию поближе к середине, где-нибудь за островом. Средняя дистанция, вот что надо этим линкорам. И в заключении, что хочу сказать. Данная ветка очень классная и если вы освоите ее, то нагиб вам обеспечен. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно прожмите лайк и подпишитесь на канал в наше не очень простое время с ютубом. И удачи вам в морских сражениях, командиры. Субтитры сделал DimaTorzok